Ну что, Харьковская зерновая пивоварня принимает у себя в гостях Харьковскую коалицию. Это ребята, харьковские пивовары, домашники, некоторые там уже профессионалы с пивоварнями, объединяют такие по интересам группа, уже там больше 20 человек. Но сегодня приедут человек пять, вот, походим, посмотрим, подегустируем. А вот и банда. Здрасте. Прошу сюда. Сегодня с этой стороны нет? Нет. У нас отсюда вход. Доброе утро. Здрасте. Ну что, пивоварню посмотрели, самая неинтересная часть. А теперь началась самая интересная. Шеринг. Моих всяких лимитов, да, небольших серий, которые я дома делал. Вот, ребята сейчас попробуют. Сейчас сразу расскажу. Это небольшой, такой, легкий портер на лакриче. Лакричный. Лакричный портер. Это последняя бутылка березовая ипа на березке. Вот она постояла. Сколько? Месяц, да, уже прошло? Больше. Мы ее еще в мае, по-моему, пробовали нет? Ну да. Уже в июне, уже два с половиной месяца. Два с половиной месяца, посмотрим. Это то, что превратилось в Саши Грей. Белая ипа пшеничная. Почему-то она теперь не сена, а белая. Сена ипа еще никто был. И вот это самые интересные на диких дрожжах. Я тоже знаю почему. Чай. Чай, да, окислился. Черный хлеб на диких дрожжах, которому год. Бывший персик, очень красивый, с обалденными дрожжевыми колониями, чистейшими. О, это мы пробовали, все-таки очень вкусно. Да, да. А теперь год выдержки. Вот, посмотрим. Там еще бочковая была выдержка. Нет, бочковая. Вот в бутылке, в бутылке. Да, и дикая слива. Это недавняя, недавняя. На сваре горит само за себя. Да, да. На других дрожжах они такие серенькие. Заметил вот на сливе даже визуально два вида. Ну, сейчас посмотрим там на абрикосе, на яблоке. Вот. Вот такие крупные бежевые дрожжики. Это в прошлом году я делал пиво на них. А вот другой вид дрожжей. Такие более мелкие-мелкие колонии. И на цвет такие серые. Не знаю, британа мицета, не британа мицета. Но вот такое. Совсем отличается. Отличаются колонии явно. Бежевые и крупные. Это мелкие-мелкие серые. Визуально серенькие. Не знаю, британа мицета, не британа мицета. Но другой штамм диких дрожжей. И вот что получилось. Какие-то лицеты. Ну что, начинаем. С чего начинаем? Ну, давай, с постера, потому что он самый, так я понимаю, должен быть. Самый нейтральный. Самый нейтральный. Так, это творится. Пахнет хорошо. С пеной. Надо было его потом добавить в Гарри Портер. Да, да. Оно пену хорошо дает. Прямо пиво, в смысле? Не, в Гарри Портер же вообще он бельется без пены. Как будто только пиво. Ну, это из-за массажира. Да, из-за массажира уже убил пену. Да, там даже... Нет, он вкусный сейчас стал. Оно выставилось, а вообще вкусный. Мне сейчас он так нравится, я его там произвожу. Но пену нет вообще. Я говорю, наоборот, вы радовались все это. Все там флачут все время, что пиво пенится. Наливать невозможно. Говорят, да просто вырадовались. Запахи чуют лакрица. Да, лакрица. Тут 3 грамма на литр вот этой вот массы лакричной. Не, во вкусе она есть. Ну, может, она не она, но во вкусе что-то дает такое. Послевкусие сладкое. Оно даже не сладкое, оно, знаешь, какое-то... Оно сладкое. Пряное. Пряное. Ну, да, кстати, я бы сказал, что это не портер. Вот это стаут именно такой, в законе как раз, как по мне. Ну да, он сухенький достаточно. Он сухой, с зажженкой выраженной. То есть вот это он больше стаут. А то, что у тебя стаут, это не больше на портере. Ну, стартер портером такое размыслое вообще. Нет, для меня просто, если преобладают во вкусе жженка, значит это стаут. Ну, видишь, ты для себя вывел. А там по большому счету, ну, как-то так расплывчато. Я не знаю, да. В BGCP написано, что ну, как-то не должен ярко жженой быть. Я отличить стаут от портера не могу. Вот только отдельные стили. То есть понятно, что если ты балтийский дом портер. Ну, да, нет, для меня просто, я же говорю, для меня это жженка показатель. То есть если есть вот кислинка жженая, сама жженка, вот это в стаут. Если нет, это в линии выраженная, то все. Больше я их не отличаю никак. Ну, в целом. Нет, вот это хорошо. Свеженькую, дикую сливу. Много воды. Кстати, после лакричного, кстати, сейчас после вкусия очень много лакричного осталось. Да нет, тут нету запаха. Да, она вот этот, как она, умами называется, в корне языка. Вот она очень забит вот эту лакричную. Курма, курма, осталась вот эта, я же говорю. Теркость. Вязкость даже не теркость, а вязкость. Это пшеничка. Пшеничка обродилась на где-то 19-20. Ну, что же, вот эти лакричные лакричные лакричные? Потому что сероводород. Ну, слева я тут впoral. Дрожжи потеряют же сероводород при брожении. Ну вот эти вот дикие дрожжи выделяют вот такое вот. Да и культурные тоже. Я тебе скажу, что лагерные. А эти вот уже я на лагерной больше чувствую сероводород вот этот. Культурные просто извиняются. Ну я просто вот сейчас начал по медовухам выступать. И там же это вообще. А как ты засеял? Нормально. Сливу с колониями, да. Отлил немножко в бокальчик стерилизованный. Поболтал ее немножко и слил со всеми этими. Потому что честно, я бреттов таких наоборот. Я вообще привкуса не чувствую. Ну как бы да. Ну это я так сказал Бретты. Потому что они мелкие, серые такие. То такие бежевые, красивые колонии были. Скажем так. Я пыталась сегодня ходить. Да. То есть если бы мне сказали, что это только на каких-нибудь там ВБ 06. Я бы не усомнился по большому и все. Ну да. В нем яркий пшеничный профиль в принципе такой. То есть есть кислинка, но эту кислинку на пшеницу так же можно списать. Как бы нормальная пшеничная пшеничная. Есть какие-то вот эфиры фруктовые. Ну такая опять. Это фруктовая. Ну они в послевкусии, они в запахе нет. Я бы смело сезоном назвал. Да. Сезон такой, да. То есть пшеничная, только более эфирная, чуть более фруктовая. Да. Сезон. Ну и с кислинкой. Ну да. Как раз сезон они все по кислинке идут. Такая. Ну это вот как раз, по-моему, этот реп передавал. Вот тогда тоже. Мы все ожидали, что сейчас будет именно какой-то там с кисляк. Но оно казалось совсем, ну то есть такая кислинка. Ну да, нет. Но если бы я делал там типа ламбика вот это, что кулшип вынес в огород и что там нападало, непонятно. А именно взял абрикосину с колониями и туда ее. То есть чистые дрожжи. Крутовые. Ну почему же я говорю. Я в свое время хотел сидрами серьезно позаниматься. Я же тоже почитал, что почему не стерилизуют. Вот почему вот собственно этим хрязным деревянным прессом давят эти яблоки. И ничего не скисает ничего. Потому что собственно количество колоний дрожжей, которое после этого остается в этом соке, оно убивает. Просто не хотел фактор. Оно забивает всю бактерию на насмерть. Вот у меня в огороде вот все, что падает, оно все покрыто вот таким вот сплошным слоем именно дрожжей. Этот вообще весь зарос полностью колониями бежевыми. Да. Ну почему же я же говорю. Сидр не парится там их стерилизовать, пастеризовать. Потому что там количество дрожжей, оно просто преобладает над всеми любыми моделями. Оно убивает. Про сидреры. Про сидреры так серьезно задумался. Вот мы были в Испании. Проездом были в столице Базаков. Ну да. Вот. В Памплоне. Я там зашел в их сидрере и говорю, блин, насколько это офигенно. У них вот там явные бреды, но они такие аккуратные. Вот он сухой, он офигенный. Вау. Какой он красивый. Ага. Вау. Ух ты. Класс. А мы только на него посмотрим или попробуем? Попробуем. А то я покажу. Ну так. Фирменное название. Я. Я Сделин. Такой экспериментик был в прошлом году. Это он с прошлого года. У него год выдержки. Да. Год выдержки. Ну такой легкий сидр с белого налива. Ага. Ну. Красивый. Там это сидререя. Вот это именно по моему бреду сейчас будет. По запаху. Ага. И сам. Настоятельно сидрер должен быть кислючий и сухой. Хорошо. Махнет. Да. Яблочко. Яблочко прям такое. Вот чистый белый. Чистый белый. Но дело в том что вот такой сидр если выставить на краны. Тебе придут люди скажут что вы нам льете. Что вы ту лицу получаете. Мы пели сидр это не такое. Он сладкий да. Сладенький да. Ну блин. Ну я же вот тоже. Я как бы я пил сидр. Я пил сидр у нас. Я пил сидр за традиции. Вот. И он весь примерно одинаковый. Я думал. Чистый белый. Он не очень нравился. Потому что ну блин. Это не мой напиток. Прям очень. Я вот выпил традиционный испанский сидр. Я понял что все. Я влюбился. Вот я. Я влюбился такой сидр. Я влюбился такой сидр. Ну ты что. Яблоки. Вот этот жмых. Он так пахнет. Ох. Сейчас пойдет. Не. Не пошло. Не. Оно нормально. Такая карамельно прозрачная. Да. Основа. Дункельвайтсен. И вот эти вот дикие дрожжи. Вот что с ними. Скорее всего. Это дички. Дичка. Да. Сабрикоса. Скорее всего. А что именно? Нет. Добавлю. Ну вот абрикос. А что добавим абрикос? Дикие дрожжи. Это не обязательно. Нет. Помогло вот так вот. И все. Именно вот этими колониями. Потом опять же. По крайней мере то что пишут в литературе. Что если бродить чистыми бреттами. То они дают очень похоже. Короче они не дают бреттового привкуса почти. У меня бреттов вообще не слышу вообще. Ну тут обратно. Ничуть. Я не знаю. Обычные вот они такие. Бежевого цвета. Такие красивые. Такие вот колонии. Прямо на абрикосе вот так. Рядами образуются. Вот прям вот абрикосом туда. Березку да? Может вы сказали повкуснее. Ну скорее отличная была. Но мы ее же свежим. Может сначала серый кардинал. Саша Крей тоже вкусная. Серый кардинал Саша Крей. Но все равно. Березы тут нет. Тут именно хмель всепобеждающий. Да. Хмель я тут. Причем аромантика не ушла. Она осталась. Она такая. Хмель отличный. Это и Пашка уже. Да. А вот во вкусе постарело. Пахнет тактолейно хорошо. На вкусе постарело. На вкусе такой именно. Знаешь. На выдержанных мель. Это что-то я недавно старое пил из вот этого. То ли Лейк Фронт какой-то. То ли Ферстон Моте. Вот он так же точно составился. Нет. Березовый. Честно. Нет. Может мягкость вообще. Да. Общественные вкусы. Да. Вот слышно, что старая и Пашка. Вот она вот уже все старилась. Есть такой вот этот. Либо какой-то даже парфюмерность какая-то появилась. Под три месяца и уходят котики. Ну котики от хмеля. А тут именно парфюмерность такая вот именно. Уже резкая парфюмерность. Это что ты на хмель ставился вперед. Мне нравится в запахе как это типа первый нос. По сути когда только первый аромат и чувствуешь. Он такой фруктовый такой цитрусовый. Прикольный. А дальше же нагоняет, нагребает травянистостью. Которая тоже часто вот из-за того, что плохо постоял. После такого запаха оказалось будет больше горчинки. Да. Горчинка хорошая. Вот она не остается на корне языка. Но приятно. Пола пересыщенности. Ну вот. Горчинка она мягче становится. Но запах он. Для меня например больше цветочность получается. Ну да. Вот в конце уже идет какая-то как с кошачьего лотка. А когда карбон вышло, карбонизация уходит, оно как раз раскрывается все. Вот кстати вот стендменовская типажка. Ты же говорил она поставила вчера. А если еще в руке подержать, то будет еще насыщеннее. Ну да. Теплее все сделать. Ага. 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 Ну триллиум не такой же получается. А как бы. Честно. Нет. Там триллиум и больше бывает. Триллиум и больше. У них миллион разных сортов. Но это вот знаешь. Вот как вот отсредненные там их стандартные сорты. Вот очень похожи. То есть ну реально. То есть для укра и пашки. Причем за такую цену. Так это вообще. Ну я просто вчера там сказал. Ну блин. Реально круто. То есть да. Для меня лично. Для меня избыточная сладость. Но я просто не люблю сладкие хмель руки. Так. Ну что. Саша Грей. Да? Давай попробуем. Белая и па должна быть. Ну грей же аж серая. Ну да. О. Тут в чай все ушло. Тут бергамот. Все. Все. Или нет. Да. Да. Бергамот убил все. Да. Да. Цвет. Цвета за чай. Точно. Да. Да. Хотя чая было немножко меньше. А кипания не стало ничего. Вот сейчас какой-то вот. Даже фрукт бир просто на бергамоте. Да. Ти бир. Да. Ну уже даже тим не заметно. Фрукты. И терка какая-то есть. Чай. Нет. Чай вот и бергамоте. Чувствие. Да прям. В принципе как будто. Ну кстати прикольное на самом деле. Как оно называется. Холодный чай. Айсти. Айсти. Айсти да. Ну да. Нет. Ну бергамот видишь забил все и получилось что вот этих кошачьих лотков нету. Зато еще. Нет. Ушел то есть. Ну шампунька тоже. Шампунька. Не чувствуйте. Все может быть. Ну а ну что ж. Парфюмерное пиво. На самом деле получается пирпурное пиво. Не салонное пиво. Не салонное пиво. Юр ты расскажи что за жанка. Что она из себя представляет. Это такое очень не крепкое пиво. Ага. Вот этот вариант одноградусный. Один градус. Один градус. Да. Практически. Тифер. Да. Ну вот это вполне попадает под наше законодательное определение кваса живого брожения. Ага. Да. Потому что ржаное и до 1,2 градуса. То есть это практически безалкогольный напиток. Вот. Но я старался сделать. Мускай пиво чем квас. Это классическая пивная технология. То есть тут квасного нету никакого брожения. Никакого молочнокислого. Вот. Но я старался сделать его насыщенным по вкусу. Потому что ну очень часто и безалкоголка она пустая. Там нет тела. Там нет. Тут пьешь и. И. Начальная плотность какая? А. Начальная плотность у этого 10. Ага. Там просто не сбраженная на сахарах. Да. Я понял. Ну на пшеничку похоже. Такое. Ну рожа но все таки. Да рожа дается. А тут кислинка вылезла такая. Значительная. Кислинка есть. Да. Хорошая кислинка прям. Вот. И. Здесь другие дрожжи. Здесь лалиман. Винные. Ага. Тоже винные. Тоже винные. Тоже винные. Ну потому что винные дрожжи на высоких паузах. Они дают меньшую аттенуацию. Ага. То есть меньше все таки алкоголя получается. Потому что именно в этом же была цель. Ну понятно. И плюс к этому. Здесь на сухом не только FBC 472. Но еще и мозаик. Ага. Ух ты. Посмотрим. Это официальным Микеллером названный самый лучший хмель. На данный момент. Кто бы назвал честно. Ну давай. Попробуем. Я честно. А тут мозаик чувствуется. Да. Хмель прям. Хмель выпирает. Хорошо. Ох. Горький. Горький сильно. Что? Горький. Мне тоже показалось, что горечи лучше бы поменьше. Но. Да. То кисленький был. А этот горький. Но в послевкусии сладость. Сладость есть. Но вот именно. Горечь вот тут именно как раз вот корневая. Хорошая. Запах хороший. Запах хороший. Пиво работает. Да. Из-за того, что слабая алкогольная большая горечь. Вот это вот потом. Знаешь, хочется чем-то запить постоянно. Вот такое впечатление. Там много кмеля? Да. Много. Кмель даже на сухое. Даже если в холодное пиво, если его много, у него начинается горечь. Да. Причем горечь вообще грубоватая. Вот я помню, у вас было шоу в британске, когда там миллион каскада было на литр. Чисто вот там была такая фигурашка. Даже не хоп-бёрн, а просто грубая такая вот корневая горечь. Вот когда пьешь пиво, делаешь голубое пиво, и вроде все прикольно тебе нравится, но тебе хочется воду его запить. Нет, ну тут я действительно просто перестарался с горечью, неправильно просчитал. Верно, не считал отдельно, а сварил другое. То есть вергольная горечь была лишней. Напробовались, все очень понравилось, сейчас завершающая фаза. Я думаю, это будет не очень интересное зрелище. Потом начнется, да. Так что, друзья, всем пока. Спасибо.